Соболезнования и слова поддержки в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране поступают со всего мира. Подробнее о том, как на произошедшее отреагировали за рубежом, расскажет мой коллега Шимистан Мамедов. Шимистан, прошу тебе слово. Здравствуй, Эльнара. Итак, первой на произошедшее отреагировала Россия. Москва прокомментировала ситуацию даже раньше Ирана, на территории которого и был совершен террористический акт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. В своем телеграм-канале Захарова не забыла упомянуть, что это было очередное нападение на посольство. Дипломат выразила соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам. Захарова также прокомментировала видеокадры момента вооруженного нападения, отметив, что сотрудник охраны посольства Азербайджана в Иране сражался как лев. Чуть позже было опубликовано официальное сообщение пресс-службы МИД России. Там, как и во всем цивилизованном мире, рассчитывают, что все виновные будут привлечены к ответственности. Напомним, что погибший при отражении нападения на посольство Азербайджана в Тегеране начальник службы охраны Орхан Аскеров ранее работал в дипломатической миссии страны в Москве. Официальные лица Ирана же с заявлением не торопились. Внешнеполитическое ведомство страны выразило соболезнование семье убитого сотрудника посольства. При этом в заявлении основной акцент был сделан на иранской интерпретации теракта. Официально представитель МИД Ирана Насер Канаани повторил фейковую версию о личных мотивах преступника. К слову, о нарушенных дипломатических конвенциях в заявлении нет ни слова. Тем временем, нападение на дипредставительство осудил посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко. Известие о вооруженном нападении также потрясло послов Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции. Они выразили соболезнование семье погибшего и пожелали исцеления раненым. В свою очередь, резидент-координатор ООН Владан Кандеева напомнила Ирану, что нападение на гражданских лиц и гражданские объекты, включая дипломатические миссии, строго запрещены международным гуманитарным правом. А в посольстве Германии подчеркнули, что любое насилие должно осуждаться. В МИД Израиля произошедшее назвали вероломным нападением, виновники которого должны понести ответственность. Провести тщательное расследование этого гнусного вооруженного нападения призывает и ГИНСЭК Организации Тюркских Государств Курбан-Бичек Амуралиев. Слова поддержки Азербайджану активно поступают также из братской Турции. Об этом нам подробнее расскажет корреспондент Сибиси в Турецкой Республике Турал Асадов. Турал, здравствуй, как ты нас слышишь? Добрый день, Шамистан, добрый день, коллеги. Да, прекрасно слышу. Действительно, эта новость шокировала турецкую сторону также. Общественники очень бурно с утра уже обсуждают эту тему. Я вот сейчас нахожусь перед генкосульством Ирана в Тамбуле. Вот сейчас проехала машина, но было видно, что перед ним мы наблюдаем большое количество сотрудников правоохранительных органов. То есть, несмотря на то, что иранская сторона так плохо относится к вопросу защиты депредставительств иностранных государств на своей территории, здесь, в Стамбуле, депредставительство Ираном генкосульство очень сильно защищается. То есть, подъехать к генкосульству и отпустить нападение здесь, безусловно, невозможно. Тоже, кстати, странный факт вообще, почему сегодня перед генкосульством Ирана в Стамбуле такое скопление сотрудников правоохранительных органов. Возможно, иранская сторона заранее была осведомлена и пыталась предпринять какие-то свои шаги. В этом ситуации непонятны. С другой стороны, если вернуться к заявлениям турецкой стороны, к реакции турецкой общественности, официальных лиц, безусловно, это очень жесткая реакция была. Первым, кто связался с азербайджанской стороной, был министр иностранных дел с Турцией Мевлуча Ушовну. Он в своем твиттер-аккаунте поделился данной информацией, заявив о том, что Турция, безусловно, в этот день полностью поддерживает Азербайджан, как это было и всегда, и данная поддержка продолжается. И Турция требует всестороннего разбирательства от Ирана для того, чтобы выявить истинные цели. И, безусловно, заказчиков тоже данного теракта, вероломного поступка. И, безусловно, жесткая реакция поступает от турецкой стороны. Мустафа Шентоп, председатель турецкого парламента, также провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегией Садибой Гафаровой. Он также выразил слова соболезнования. И также надеется на то, что все виновники будут установлены и наказаны. Турция, на самом деле, здесь, так же, как и Азербайджан, уже многие годы и особенно последние месяцы призывает Иран к конструктивному диалогу. Вот это было также и слышно, можно было заметить по сообщениям СМИ, по тому, как турецкие СМИ освещают этот теракт. Безусловно, здесь упоминаются те неясности в отношениях между Азербайджаном и Тегераном. То, как Тегеран в последние месяцы два раза проводил военные учения на границе с Азербайджаном. Хотя до освобождения азербайджанских территорий от оккупации подобного рода учения мы не наблюдали. Безусловно, здесь в Анкаре тоже являются данному фактору и призывают Тегеран к добрососедским отношениям, к сотрудничеству в целом. И вот сегодня также в эфире ТРТ Хабер выступал официальный представитель МИД Азербайджана Айханга Джизаде. Он, отвечая на вопросы ведущей, тележурналиста, заявил, что Баку, безусловно, не считает данный факт каким-то обычным случаем. Это, безусловно, запланированный теракт. И отговорки Тегерана здесь не работают. И Баку призывает Тегеран полностью разобраться в ситуации и выступить с заявлениями. И, как уже стало известно, из Ирана, из Тегерана будут уже эвакуированы персоналы азербайджанского посольства, нашего представительства в Иране. Но, на самом деле, как я и сказал, очень бурно в Твиттере, в других социальных сетях эта ситуация обсуждается. Все, безусловно, обвиняют иранскую сторону в том, что она, даже если не замешана в данной ситуации, хотя вот в этом многие здесь также сомневаются, она должна была предпринять четкие и конкретные шаги по защите иностранных дипмиссий, в частности, такой страны, как Азербайджан. Я напомнил, что за последние месяцы в Иране осуществляется очень активная антиазербайджанская кампания, которая, скорее всего, также сыграла свою роль в том, что данный теракт, к сожалению, сегодня произошел. И я, завершая, хотел бы отметить, что, думаю, турецкая сторона, ее позиция в этом смысле куда более жесткая, хотя она, на самом деле, уже можно ее назвать жесткой. Я думаю, что по своим дипканалам она в более жесткой мере также предупредит иранскую сторону и свой месседж донесет. А так, в любом случае, в любом случае, несмотря на какие-либо другие уже развития, другой развития ситуации, турецкая сторона в любом случае будет на стороне Азербайджана и будет бороться до конца и добываться вместе с Азербайджаном в восстановлении справедливости по данному вопросу, в частности. Ну, на этом у меня пока все, что места. Спасибо, Турал, за подробную информацию. Мы и не сомневались в поддержке наших турецких братьев. Я напомню, что Азербайджан продолжает выступать с соболезнованием и слова поддержки. Так, заявление сделали и в Министерстве иностранных дел, значит, Кыргызстана. Там также осудили то, что произошло в посольстве Азербайджана в Иране. И заявление сделал посол Украины в Азербайджане тоже с осуждением того теракта, который произошел в посольстве. Тем временем, вот, теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране также находится в центре внимания мировых СМИ. Вашингтон-Пост пишет, что государственные средства массовой информации Ирана не сразу признали нападение. В статье также есть напоминание о военных учениях, которые иранская сторона последнее время слишком часто проводит на границе с Азербайджаном. Отмечается, что Тегеран уже долгое время демонстрирует свою боевую мощь на фоне общенациональных протестов, сотрясающих Исламскую республику. Материал о теракте также подготовила международная телекомпания Аль-Джасира, подчеркнув тот факт, что в Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев. По словам журналистов телекомпании, отношения между Баку и Тегераном традиционно были натянутыми. Цитата. «Азербайджан является близким союзником исторического соперника Ирана – Турции». Сайт Bloomberg также опубликовал статью о теракте. В ней приводится официальное заявление МИД Азербайджана о произошедшем, а также упоминается Международная конвенция о необходимости обеспечения безопасной работы дипломатических представителей в любой стране. Что же касается иранских СМИ Ильнара, то там в основном тиражируются материалы, где подвергаются сомнению заявлений официальных лиц Азербайджана. В основном наши заявления называются, заявления официальных лиц Азербайджана называют спекуляцией и пытаются выдать теракт в посольстве как какой-то бытовой инцидент. И ту же вот кампанию продолжают армянские СМИ, в чем мы не сомневались. Это совершенно неудивительно. Да, совершенно неудивительно, что там и упоминания теракта берутся в кавычки, ставя под сомнение то, что это действительно было вооруженное нападение на посольство. Помимо этого, ну это неудивительно, так как в последнее время Иран продолжает сотрудничество с страной-оккупантом Армении и во всем ей потакает. Также хотелось бы напомнить о том, что в СМИ также поднимается тема успешного сотрудничества Азербайджана и Израиля. И вот международных СМИ, как мы видим, мировых СМИ, вот когда они пишут о произошедшем в посольстве, они бэкграундом напоминают те обвинения, которые озвучивали официальные лица Ирана против Азербайджана. Это упреки в сотрудничестве с Израилем, хотя Азербайджан, как и любая страна, может налаживать кооперацию, взаимодействие с любой страной, с любым государством, которым пожелает. И это личное дело Азербайджана. Но при этом вот они напоминают этот бэкграунд и намекают на то, что у Ирана отношения с Ираном были и так натянуты. И этот теракт в посольстве не кажется случайностью, потому что официальные лица Ирана довольно часто озвучивали обвинения, угрозы, даже угрозы против Азербайджана. Поэтому все это наталкивает на мысль, что все это было заранее спланировано. И то, что условий для безопасной деятельности депмиссии не было создано, тоже говорит о том, что все было спланировано. Помимо этого, также в СМИ, как местных и зарубежных, вспоминают те события, которые произошли в 2020 году. Речь идет о том, что тогда иранские войска вторглись на суверенную территорию Азербайджана. Речь идет о Второй Карабахской войне, когда освобождались приграничные с Ираном районы. И мы сами записывали интервью с азербайджанскими пограничниками, которые отметили, что при освобождении, например, Зангеландского района они встретили на суверенных территориях Азербайджана, которые еще находились под армянской оккупацией, они встретили иранских военных. И им пришлось проделать огромный путь для того, чтобы освободить необходимые районы. И все эти факты действительно наталкивают на то, что все-таки теракт был заранее спланирован. Спасибо, Шамистан, за подробные аналитические обзоры. Напомню, что о реакции за рубежом на вооруженное нападение посольства Азербайджана в Иране рассказал мой коллега Шамистан Мамедов.